Итоги парламентских выборов стали сегодня одной из главных тем на совещании президента с членами кабинета министров. Владимир Путин поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки. Он подчеркнул, россияне в нынешней сложной ситуации голосовали за стабильность, выразив доверие правительству и ведущей политической силе страны партии «Единая Россия». Вместе с тем, заявил глава государства, результаты выборов это аванс со стороны граждан, который еще предстоит отработать. Какие выводы мы должны сделать из выборов в парламент? Первое. Во внутренней политике мы, безусловно, должны слушать и слышать все политические силы, в том числе и те, которые в парламент не прошли. Мы должны и будем развивать многопартийную систему в Российской Федерации, поддерживать гражданского общества, включая патриотически ориентированные и неправительственные организации. В экономике и в социальной политике необходимо проводить взвешенные, продуманные преобразования. При этом, безусловно, ни в коем случае нельзя допускать перекладывания на плечи людей всей нагрузки в ходе этих преобразований. И нужно, безусловно, избавиться от даже намека от какой бы то ни было шоковой терапии. Нужно учитывать не среднестатистическое, а реальное положение российских семей и уровень их доходов. Во внешней политике мы, безусловно, будем проводить взвешенную линию, направленную на сотрудничество со всеми нашими партнёрами, без всяких признаков какой-либо агрессивности, но при, безусловном, соблюдении наших национальных интересов и обеспечении обороноспособности государства. Результаты выборов, повторяю ещё раз, хорошие, но это без всяких сомнений. Это только аванс со стороны нашего народа, и его нужно отработать. Я очень рассчитываю на то, что правительство и новый состав парламента консолидированно, объединив усилия, будут работать как раз на реализацию достижений целей, о которых я сказал, и прежде всего в интересах граждан Российской Федерации. Продолжение следует...